здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки очередная выполнялка два одноименных заряженных маленьких шарика расположенных на расстоянии 20 сантиметров керосине действуют друг на друга силой 4 микро ньютона определите заряды шариков если известно что заряд 1 в два раза больше 2 ну задача классическая на закон кулона и здесь вот мы должны найти ключевое слово ключевое слово здесь керосин в керосине нигде-нибудь в керосине ну вот ключевое слово найдено значит начинаем с вами как говорится керосинить то есть решать задачу для этого нужно писать условия вот условия задачи записано и поскольку я сказал что главное слово здесь керосин значит в голове должно быть диэлектрическая проницаемость проницаемость электрическая которую мы посмотрели в таблице и нашли что диэлектрическая проницаемость керосина равняется 2 хочу сразу предупредить что в разных справочниках которые вы смотрите диэлектрическая проницаемость керосина может быть несколько другая например две целых одна десятая вот я взял электрическую проницаемость равная 2 и вот сейчас когда мы начнем решает задачу я нарисовал чертежик вот это первый заряд второй заряд в два раза больше значит хотелось бы напомнить что тут есть два как говорится варианты решения задачи не то что два варианта значит кто как любит вот закон кулона я привык записывать следующим образом к q1 q2 деленное на ар в квадрате где к это 9 на 10 в девятой степени ньютон метр квадратный на кулон в квадрате вот записал едем дальше закон кулона можно записать и другим образом единица деленное на 4 пи эпсилон нулевое и тут q1 q2 р квадрате ну q1 q2 у меня не важно какой заряд вот его положительный либо отрицательная еще только численные значения вот силы которая будет действовать между зарядами я сейчас не рассматриваю что это сила может быть притяжение либо сила отталкивания между зарядами численное значение еще вот этой самой силы так вот если вдруг у нас появляется что эти два заряда находятся не воздухе вот эти две формулы которые записал вот а в каком-нибудь другом веществе вот здесь вот и появляется у нас диэлектрическая проницаемость тогда эта формула записывается следующим образом здесь вот и псило нулевое тут добавляется и псилом здесь так и остается q1 q2 на ар в квадрате вот у нас где и псил но ведь самое-то интересное заключается в том что единица на 4 пи эпсилон нулевое это к поэтому если у нас вдруг появляется что два заряда находятся в каком-нибудь веществе в данном случае керосине я могу записать закон кулона следующим образом к деленая на эпсилон а здесь будет q1 q2 и деленное на ар в квадрате вот вот та формула которую я так сказать люблю и обожаю естественно место к можно писать единицы на 4 пи эпсилон нулевое и запомнить что эпсилон нулевое диэлектрическое постоянное это 885 на 10 минус 12 степени кулон квадратные деленное на ньютон метр квадратный это тоже можно подставлять вот формулу и получить ну вы получите точно такой же результат пользуясь вот этой формулы либо пользуясь этой формулы вот я больше привык к это потому что запоминается легче 9 10 9 9 10 9 вот и все ну хорошо и так решили с вами что будем пользоваться вот этой формулой ну и все и тогда задача у нас решается как бы элементарным просто сила равняется да я напишу к на эпсилон теперь первый заряд это куб второй заряд у нас 2 куб расстояние у нас квадрате о классно получается и сейчас сила будет равна и нам нужно что нужно найти нам нужно заряд найти поэтому у нас куб квадрат получается эпсилон и на 2 к ну и отсюда будет следовать что заряд который мы ищем это квадратный корень Эпсилон ФР квадрат 2К. Все. Ну, а теперь что? Подставляем численные значения. Эпсилон двоечка. Сила 4 на 10 минус 6. 0,2 в квадрате. Тут 2, а тут 9 на 10 в девятой степени. Вот и все. 2, 2 сократили. Ну, а теперь что нужно делать? Брать калькулятор и просто-напросто считать. После подсчета, если все правильно сделали, я надеюсь, 4,2 на 10 в минус девятой степени кулон получили. 10 в минус девятой это нано. Поэтому 4,2 нано кулон. Нене. Нене. Нано. 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 Зачем нене? Нен кэл. Нано кулон. Нано кулон. Вот так вот. 4,2 нано кулона. У каждого, так сказать, заряда. Вот такой вот заряд. Ну, вот все. Задачка решена. И я в очередной раз напоминаю, что вы учите физику на канале Эли Гору. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, пожалуйста, запишитесь. Буду вам очень признателен. Ну, и не забудьте поставить лайк. Все. Все вам доброе. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok